Главный тренер футбольного клуба «Локомотив Москва» Михаил Галактионов. Задавайте ваши вопросы, поднимайте руки, представляйтесь и все карты в вам руки. Начнем по игре. Михаил Михайлович, я здесь. Еще раз добрый вечер. Знаете, слегка удивило, что Максим Глушенков в первом тайме играл на острие атаки. Там, честно говоря, я вот в начале, когда состав посмотрел, видел Изидора. Несколько слов об этом, пожалуйста. Когда мы планируем ход матча и анализируем соперника, мы понимаем, в какой зоне тот или иной игрок нам необходим. Мы понимали, что соперник атлетичный, мобильный, волевой, и нам нужен был игрок, который не просто будет ему навязывать борьбу, а который будет цепляться за мячи и за счет индивидуальных действий может обыгрывать, влезать в зоны. К сожалению, немножко остроты нам не хватило, потому что понятно, когда у нас в наличии из дзюба вариантов в игре намного больше с точки зрения развития атаки. Но, опять же, были хорошие моменты, когда мы владели мячом, когда мы владели территорией, но именно остроты и в завершении конкретики нам немножко не хватало. Конечно, еще раз говорю, что мы понимали стиль игры соперника, и очень важно было не попасться на быстрые контратаки. Спасибо за развернутый ответ. И еще один вопрос. Кузьмичев и Погостнов уже не первую игру играют, действуют в центре защиты. Как считаете, этот дуэт имеет право на продолжение жизни, и когда Стас Магеев выйдет, его с Бариновым, допустим, в опорную зону поставит? Вы знаете, во-первых, сложно загадывать, потому что временной отрезок слишком длительный. Надо понимать в тот или иной день, кто будет лучше готов, насколько стабильно будет выглядеть линия игроков обороны. Плюс вы не забывайте, что добавится фасон. Это тоже очень качественный футболист, который добавит нам и надежности, и качество определенное. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Поздравляю с победой. Сегодня был трудный очень соперник. Но я бы назвал такой матч выигранной заменой. Все замены усилить, добавили по крайней мере скорости, и я как бы обратил внимание, добавили и фантазии. Потому что вышел такой молодой игрок Раков, и от него пошли проникающие такие. Что-то получал, что-то нет, но было видно, что человек пытается сыграть нестандартно. Это было заметно. То есть, можете прокомментировать? Ну, безусловно, что эти игроки, и в том числе, во-первых, надо обратить внимание на то, что у нас в составе и Погоснов, достаточно молодой футболист, Раков, тот же, с учетом даже, несмотря на то, что Пеняев уже достаточно большое количество времени играет, тоже молодой игрок. То есть, совсем мальчишки еще. Поэтому то, что добавили изюминки, добавили нестандартных действий, потому что соперник в позиционной обороне очень насыщенно оборудовался. И нам очень важно было не только за счет передач и контроля, но за счет индивидуальных действий, кто сможет взять инициативу на себя, кто сможет обыграть, сделать нестандартный ход. И, естественно, и выход Миранчука, и Ракова, и, опять же, дальше по ходу игры в концов Гижи Пеняева такой креативности немножко добавил. И второй вопрос у меня по замене Текнезяна. В первом тайме он что-то в вашу сторону, так сказать, махнул. Мне показалось, что вы дисциплинарно его заменили. Или я ошибаюсь? Нет, нет, нет. Я, честно, даже не видел. Может, парень у нас эмоциональный, эмоции его перехлестывают, он воздух иногда сотрясает. Да, так сказать. Поэтому нет, ни в коем случае. Замет по качеству. По качеству. Хотелось более стабилизировать в этой позиции игру. Спасибо. Михаил Михайлович, добрый день. Редакция «Сенатор» Берникова Александра. Вопрос такой. Ну, во-первых, поздравлю вас с победой. Завтра тоже приближающийся ваш праздник заранее поздравляю. Насколько довольны качеством сегодняшней игры? Потому что сказали, что сейчас основной задачей является улучшение вот этого качества. Как можете сегодняшний матч прокомментировать? Вы знаете, немножко двоякая ситуация. Потому что, безусловно, что нам необходимо стабилизировать качество. Но когда у тебя по той или иной причине выпадает группа стабилизирующих основных игроков, и идет ротация определенная, и большое количество замены изменений, ну, трудно добиться объективно до этого. Но мы стараемся, пытаемся донести на наших игроков, что когда ты владеешь мячом, когда мяч у тебя, сопернику очень тяжело. Понятно, разные есть моменты в игре, когда и без мяча необходимо правильно и организованно играть. Вот над этим мы и работаем. И оставшиеся матчи нам очень важно, еще раз говорю, не только улучшать психологию победителей, не только ту цель, которую мы для себя поставили, выигрывать каждый матч, но еще и играть, играть правильно. Спасибо. Спасибо. Первый канал. Да. Здравствуйте. Поздравляю с победой. Спасибо. И вопрос такой у меня. Ваша фамилия Галактионов. Следовательно, можно вашу команду называть Галактикос? Во-первых, спасибо большое, что вы здесь. Рады вас видеть. Приходите почаще. Ни в коем случае, потому что команда Локомотив. Исторический клуб с большими трофеями, историей, целями. И будущим, я очень надеюсь. Поэтому то, что мы стараемся клуб и команду на сегодняшний день сделать лучше. Я думаю, что и каждый тренер старался сделать ее лучше. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но мы идем поступательно. Поэтому наша задача развивать наших игроков, чтобы они становились лучше, а клуб и команда двигались дальше, ближе к тем реалиям, когда клуб раньше находился в зоне лидирующей позиции. Спасибо. Еще вопрос. ТАСС. Спасибо. Артем Куденцов, информагентство ТАСС. Не может пресс-конференции обойтись без вопроса про Дзюбу. Не могли бы рассказать, как он себя чувствует, будет ли он готов к матчу с Динамо. И про Макеева. Нужна ли будет ему операция в Германии? И сколько приблизительно займет установление? Макеева назначена операция на следующей неделе, он уже готовится к вылету. Поэтому будем надеяться, что пройдет хорошо, и процесс восстановления и реабилитации пойдет по плану. Что касается Дзюбы, еще раз вопрос по Дзюбу. Нам немножко не хватило времени, чтобы он сегодня вышел и провел участие в матче. Очень надеемся, что в общей группе он начнет эту неделю, и с Динамо будет готов. Спасибо. И давайте последний вопрос. Ну и без вопроса о Пеняеве тоже сложно, потому что это тоже Дзюба, звезда уже, так скажем, зашедшая, это восходящее. Сергей так поздно сегодня появился из-за его функциональной готовности или по тактическим соображениям? Нет, он просто поэтапно готовился в общей группе. Эту неделю не всю провел, то есть его подводили. И, естественно, не сразу бросать мальчика в пекло, а потихоньку ему давать игровое время, чтобы его кондиции, состояние позволили ему дальше безболезненно играть.